Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, подключается к нашему эфиру. Александр, добрый вечер, рада вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушайте, ну в сюжете так детально довольно наши коллеги рассказали о том, что из себя Sea King вертолеты представляют. Дополните, пожалуйста, если вот есть чем. И вот скажите, не является ли это такой пробой пера перед поставкой действительно, возможно, штурмовой авиации потом? То есть все-таки распечатали эти поставки для неба? Как думаете? Ну, есть вертолетная техника, есть авиация более серьезная, истребители, штурмовики. Если мы говорим непосредственно о Sea King, то тут следует отметить, что помимо вышеперечисленных возможностей, эти вертолеты еще обладают возможностью нести боевую нагрузку почти 400 килограмм, которая соответствует, например, торпедному вооружению, западных образцов, глубинным бомбам, а также очень интересному такому ракетному вооружению, как ракета AGM-65 Maverick. То есть весь этот комплекс вооружений позволяет, ну, если мы говорим про AGM-65 Maverick, поражать надводные объекты. То есть этот вертолет может использоваться, например, как противокорабельный комплекс, воздушный противокорабельный комплекс. А если мы говорим об торпедах МК-46, а также разнообразных глубинных бомбах, с учетом того, что благодаря своим радарам данный вертолет может обнаруживать подводные лодки, например, то он еще и противолодочный воздушный комплекс. И у нас сейчас в Черном море как раз с этим и проблема. В Черном море присутствуют российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», и они могут абсолютно незаметно подходить на максимально близкое расстояние к берегу либо исключительно экономической зоне Украины и совершать пуски, например, крылатых ракет «Калибр». Вот против таких объектов и было бы неплохо применить данные вертолеты для их обнаружения и уничтожения. Александр, а как вы считаете, можете подтвердить, есть ли у вас уже подозрения, факты о том, что по земле мы решили вопрос, танки у нас будут. И теперь цивилизованный мир, который помогает нам в этой войне, он настроен на то, чтобы помочь нам закрыть небо. В частности, речь идет об 16, которые могут уже скоро появиться в Украине. Как вы считаете, насколько это может случиться скоро? Ну, не так быстро, как, например, решается вопрос с танками. Поскольку, если мы говорим про авиацию, там все-таки имеется, если говорим непосредственно про истребители, то там имеется целый ряд своих нюансов, начиная от достаточно долгого обучения, базового обучения пилотов, экипажей, и заканчивая, соответственно, инфраструктурой, которая необходима для размещения данных истребителей. И поэтому комплексно это занимает продолжительный период времени, который, ну, может исчисляться месяцами. И если говорить о появлении в 16 на вооружении вооруженных сил Украины, но вряд ли на территории Украины, скорее всего, будет использован аэродром, какой-либо из стран, являющихся нашим международным партнером, то это будет в лучшем случае где-то уже во второй половине, либо к концу 2023 года. Но сам процесс уже запущен, он уже идет. И следующий «Рамштайн», который был анонсирован, он был анонсирован именно под эгидой авиационной «Рамштайн». И это уже много о чем говорит. Александр, давайте поговорим тогда про танки в такой исторический, в военном смысле день. Мы очень надеемся, что поворотный. Такие кажется, что Германия уже консолидированно решила передать первую партию «Леопардов-2». И Джо Байден анонсировал передачу 31 танка «Эбрамс» в Украине. Если мы говорим про Германию, то 2-3 месяца срок поставок на «Эбрамсах» уже начинают наши танкисты обучаться. И там техническое сопровождение очень серьезное. Расскажите, какие перспективы по фронту поменяются, когда эти танки таки поступят на вооружение и смогут оказаться на передовой? У каждого из этих танков есть своя особенность. И следует понимать, что в зоне боевых действий они не будут применяться, например, штучно. Их будут отправлять, соответственно, ротами, батальонами, танковым полком, ну или бригадой. В зависимости от тех функциональных задач, которые они будут выполнять. Если речь идет о контрнаступлении, о прорыве линии обороны противника, о танковых боях с противником, то в данном случае, опять-таки, используется танковый полк либо бригада. Определенные какие-то локальные моменты будут решаться силами роты, ну, по сути, до батальона. Но тут следует понимать, что Украина, опять-таки, это большая страна. У нас совершенно разнообразная география, ландшафты, рельефы и так далее. Есть своя специфика. Например, специфика грунтов. А у танков, ну, когда мы говорим о танках, очень часто говорят, вот у них дальность поражения такая, это броня такая, это еще там какие-то показатели общие, которые называются. А есть и огромное количество других, весьма специфические характеристики, которые не называются, но которые влияют на применение этих танков. Например, это давление на грунт. Кто-то когда-то слышал о такой характеристике, кто-то ее упоминает, а она, между прочим, очень даже влияет на эффективность применения танка на тех или иных грунтах. И, например, если мы говорим про Абрамс, то он обладает одной из самых высоких показателей давления на грунт. И применение его на ряде локаций нецелесообразно, поскольку он попросту в чистом поле, во время танковых боев в поле, он попросту увязнет. Там, где, например, не увязнет советского образца Т-72, Т-80 или там, где не увязнет тот же самый Леопард-2 или Леклерк. И поэтому выбор непосредственно направлений будет еще и по такой специфике осуществляться. А какое количество нам нужно, Александр, для того, чтобы можно было, ну, условно говоря, заняться каким-то из направлений? У нас, я так понимаю, что нужны их сотни или все-таки даже вот 31 танка, 14, их можно сформировать в определенную атакующую группу? Скажем так, у нас перспективных для контрнаступления сейчас три локации, три плацдарма. И, например, для достаточно решительных действий по одному из плацдармов в достаточной степени будет одной бригадой. Следует понимать, что это до сотни танков. Это следует понимать еще и то, что бригада может быть сформирована, да, действительно, по типу подразделений. Ну, например, рота-батальон британская, рота-батальон французская, рота-батальон американская, рота-батальон немецкая. Хотя мы, конечно, понимаем, что превалировать будет немецкая составляющая. «Леопардов-2» будет намного больше. И изначально это будет основной потенциал. Но для того, чтобы максимально эффективно воспользоваться этим ресурсом, который имеется у нас в наличии, а именно западного образца танки, то нам хотя бы до трех бригад необходимо сформировать, для того, чтобы наше контрнаступление было настолько мощным по своему потенциалу, что его просто невозможно было бы врагу остановить. Поэтому до трех бригад, то есть, опять-таки, ожидание до трехсот танков. Серьезно. Давайте поговорим про «Солидар». Есть заявление от представителя восточной группировки вооруженных сил Украины Сергея Череватова о том, как наши защитники, наши герои оставили город «Солидар» Донецкой области, выполнив там абсолютно все поставленные боевые задачи, максимально истрепав в личный состав противника, его военную технику, при том всем преимущество врага было над украинскими военными три и пять раз. Но при этом удавалось удерживать позиции до последних дней, после чего поступило командование оставить их и переместиться на уже подготовленные укрепленные рубежи. Расскажите, пожалуйста, о том, каким образом вообще Россия хочет дальше двигаться, если, условно говоря, «Солидар», который население до войны, конечно же, составляло несколько десятков тысяч, если я не ошибаюсь, человек, может продвигаться дальше по Донецкой области. Вообще, есть ли у них какие-то шансы? Вот учитывая, что много месяцев, бросив абсолютно все силы, у них не получалось ничего. Вот сейчас мы как раз видим то, как «Солидар» выглядит. Но это фактически даже полигоном не назовешь. Это же руины, которые остались от города. Ну что ж, «Солидар», действительно, от него практически ничего сейчас не осталось. Но следует понимать, что россияне таким образом себя даже загнали в такую себе ловушку, поскольку «Солидар», он превратился в их локальную Чернобаевку. А именно, куда двигаться дальше? Вот главный вопрос. Есть у них три направления. На север в направлении Краснополевки, либо в направлении Благодатного для того, чтобы перерезать физически трассу ТНЛП-13, или в направлении Красной горы на юг и продвигаться далее в направлении Бахмута. И вот тут дилемма. Все три направления для россиян сейчас критически неудачны. Поскольку «Солидар», для того, чтобы реализовывать наступательную операцию, необходимо накопить ресурс. Необходимо накопить боекомплект, боеприпасы, силы и средства. Завозятся они, конечно же, через агломерацию Бахмутская, также через трассу Т-1302. И концентрируются, в первую очередь, на восточных и юго-восточных районах «Солидара». Но в том-то и дело, что «Солидар» полностью простреливается у украинской артиллерии. И накопление необходимого ресурса просто не получается им реализовать. И чтобы наступать, отсутствие ресурса, как человеческого, так и материально-технического, сказывается на все последующие наступления. Более того, им предстоит прорываться через линии обороны Вооруженных сил Украины. Что по направлению к Владодатному, что к Красногрек, что к Краснополевке. А потому лишь накопление ресурса может как-либо изменить эту ситуацию, которая, ну скажем так, критически для них складывается. А накопление ресурсов возможно только тогда, когда значительно усилится репрессивный фактор мобилизации. А он пока не усиливается в России. И если будут происходить изменения, то возможно в феврале. Но на данный момент они могут столкнуться с проблематикой отсутствия компенсации потерь. Колоссальных потерь, которые у них и так на сегодняшний день присутствуют. А украинская армия хранит солдат и ценит жизнь каждого, кто состоит в Вооруженных силах Украины? Спасибо вам огромное, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, был с нами в прямом эфире. Спасибо ему, спасибо нашим защитникам Солидара. Самое главное, что жизни наших бойцов должны сохранены быть. И они заняли новые рубежи, в которых мы уверены, они будут вести дальше свою военную службу. Спасибо вам, Александр. До связи.